Невеликий концерт на привокзальной площади Гомеля промышает людей спринится и поназирать за выступлениями молодых артистов. На импровизованной присутствии у Денеки разностальных конкурсов и у Вахованца-музычных школ. На некаких хвилин сирот Глядачоу споняется и Гомельчанка, владельница титула «Миссис Беларусь-2014» Юлия Пирогудова. Правда, на площу она пришла с иншими метами покинуть свой подпис за одного с кандидатов у президенты. Кажется, что выбор зарабилась вядома, бо добра ведая, якой повинна быть удалейшим наша держава. Я думаю о том, что, во-первых, каждый человек должен ценить то, что имеет сегодня и сейчас. На сегодняшний день у нас мирное небо над головой, мы живем спокойно, стабильно. И самое главное, я уверена в будущем своих детей, в своем будущем, что все у нас будет хорошо. Якая колькость пикетов, каждый день працуя на территории Гомельской области, докладно невядома. Такая статистика просто невядется. Как до речи, нема и неких постоянных местов, где они разгортываются. Обмежевание в этом сенсии минимальное. Территория, которые заборонены для сбора подписов, по великим рахункам не шмат. Коля администрационных будинков, установ адукации, аховы здоровья, в эсковых частей. Выбирается, зразумело место, где шмат людей. Коля Гомельского центрального универмага, например, одночасово працуете одразу три пикеты. Ход выборчей кампании на Гомельшине заросконтролюет коляста надзиральников. В основном, злику местового населения, как тякаются замежные наглядальники, приедут у регион у другой полови жнивня. Поколь же, подаденных областной комиссией по выборах президента Республики Беларусь, неких значных порушений на территории в области не зарегистровано. Инициативные группы имкнутся максимально притремливаются потребованию законодавства. Если мы соберем подписи, получат эфирное время и увидят программы. К сожалению, теперь мы программы не имеем права раздавать их и агитировать. Сейчас идет сбор подписей. Хоть только сбором подписов за кандидатов у президента, выборчая кампания не обмежевывается. Сгодно с календарным планом до 9 жюня повинны быть утворены участки для голосования. Почас попередних президентских выборов на Гомельшине их было около 1100. На подойденных областной выборчей комиссии все это повинно быть прикладно стойкиш. Наступный этап – облучение представников в состав участковых выборчих комиссий. Участковая избирательная комиссия образуется местными органами власти с количеством от 5 до 19 человек. Эта цифра варьируется от численности избирателей. Вы понимаете, если численность избирателей 20, 50 и так далее, то, соответственно, одно число членов участковой избирательной комиссии. Если, конечно, 3000 – это совсем другое. Но это связано с обслуживанием, с подсчетом голосов и так далее. Олег Синчаров, Валерий Капанько, Телерадо и компания Гомель.